Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские Секреты. Сегодня хочу вам рассказать про одно такое интересное растение, которое называется аквилегия. В природе встречается более такая простая форма, но вот есть аквилегии прямо стоячие, то есть они не паникающие. Вот у этого сорта чудный такой цветочек, который даже во время дождей не паникает. Есть вот такие сорта. Я позапрошлый год сеяла несколько сортов и здесь у меня четыре сорта. Это растение любит полутень и влажность, то есть у нас у всех есть такие участки, где другие растения растения хотят. Но у меня здесь пока еще не расставленные частично. Вот фуксия тоже любит такое. Посмотрите, какая красота. Любит вот такое более тенистое местечко, где повышенная влажность. Но фуксии где-то надо сохранять. Я сохраняю их дома на лоджии. В этом году еще прикупила, но они пока не цветут. То есть это такое растение, которое все-таки требует каких-то усилий по сохранению. Что касается аквилегии, ее главное вырастить. Схожесть у семян весьма печальная, так же как у дельфинюмов. Но это растение многолетнее, хорошо разрастается, зимует без всякого укрытия. То есть это подарок для тех, кто на даче бывает нерегулярно. Кому некогда поливать, некогда укрывать, негде хранить. Это вот самое такое растение, не требующего особого ухода. Есть вот такие дикие сорта аквилегии. Конечно, цветочек у них гораздо проще, помельче. Но тем не менее, он тоже красивый и хорошо разрастается. Это можно посадить по бордюру вдоль водоемов. То есть никаких забот не составит. Но в природе бывают обычно розовые и голубые. Вот так выглядит голубой сорт. Это тоже дикорастущий. Они прекрасно могут расти и на солнце, и в тени. Главное, чтобы им было достаточно влаги. Корни у них очень мощные, уходят глубоко. То есть специально полив я никогда не делаю. У нас не бывает такого засушливого периода, когда приходится поливать. Охотно дают семена. Но вот магазинные семена, они очень быстро теряют схожесть. То есть если вы вырастили один-два цветочка, вы можете с них взять семена и уже в зиму просто посеять. Вот такой же похожий сорт есть еще. Это башня розовая. Есть еще сорт башня голубая. Здесь он у меня тоже присутствует, только еще набирает бутон. Еще не цвел. Вот такие есть желтые крупноцветковые. Это вообще шедевр. И один сорт у меня там микс. Там они должны быть двухцветные. Единственное, что при выращивании из семян это ждать очень долго. Первый год они только всходят, разрастаются. При условии, что семена хорошие, свежие, долго семена не хранятся. А на следующий год вот эти второгодки. Они начинают свисти. И с каждым годом кустик разрастается и становится только пышнее и краше. Расти на одном месте могут много лет. Не требуют никаких особых условий ни к почве, ничем не болеют. Единственное, чтобы они не заполонили весь участок, после цветения нужно вовремя срезать цветоносы. И вот эту зону хочу я сделать, поставить, посадить сюда аквилегии и хосты. Хоста относится тоже к растениям малоуходным, очень морозостойким, но некоторые сорта даже цветут. Вот это вот конкретно хоста цветет сиреневыми большими колокольчиками. Так что если в вашем саду еще нет такого интересного растения, обязательно попробуйте посадить. Я думаю, оно вас не разочарует. Всем удачи, красивых цветов. С вами была Елена и канал Женские Секреты.